Слава Иисусу Христу! Ох, слава Богу! Слава Богу! Что-то так испугался, как будто бы. Наверное, не видели. Думали, что опять голые мужики появятся, мусульмане. Я просто не знал, что такие люди, как вы, сидят сейчас. Да. Мы здесь пришли специально возвестить Слово Божие. Мы пришли не с пустыми руками. У нас Святая Библия. Как Святая Библия. Чтобы люди знали волю Божию, что Иисус умер за грехи людей, воскрес и ждет людей с покаянием и прощает любой грех. Чтобы только жили свято, по Слову Божию. Ой, я тоже за это, конечно. Мы сейчас в храм идем. У нас Барнаул. Поэтому тут уже время. Мы встаем всегда рано, в 4.40 каждый день. Чтобы молитва была, чтение Слова Божие. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, духовные. Удачно вам помолиться. Так, вы если хотите... Спасибо, Христос. Вы только запомните, Игнатий Лапкин, мое имя, фамилия, по скайпу зайдете, вы меня найдете. Сразу, я один такой. Игнатий Лапкин. А если зарядите Ютубе, Игнатий Лапкин, во свете Библии. Прямо сразу. Вы найдете море. У нас 17 тысяч роликов наших только там. Мы деревню православную строим. Какая миссионерская поездка была из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия, Турция. Я подарил 38 табов, моих книг вышли из печати. 650 библиотек. Знаете, как это интересно. Везде выступления, мы все записывали. Вот если вы зайдете на наш Ютуб, то уже примерно через неделю вы увидите, как мы с вами разговаривали, что одетый мужчина, не матерится. Как будет приятно вам посмотреть. А, так у вас так. У нас все записывается. До свидания. До свидания, с Богом. Я хотел сказать, что вы чем-то так вот, сразу похожи на Медведева Дмитрия Анатольевича. Нет, я на него даже и не собираюсь. Я говорю, как только вы появились, а сразу же у меня мысль, вы похожи. Я похож на Дмитрия Медведева, что ли? Да. Премьер-министр Российской Федерации. А чем это я на нем... Я не знаю, чем. По крайней мере, вот, если по глазам смотреть, ну, до самого подбородка. Я с людьми, как психолог, все время работаю. А по качеству что вы скажете обо мне? Я вообще не буду вам говорить. Скажу только одно, что меня зовут Игнатий Лапкин. Город Барнаул, 81-й год. Если вы зайдете на наш Ютуб, во свете Библии, мы принесли сюда Слово Божие людям. В этот Содом и Гоморру. И когда мусульмане начинают... А мы мусульмане. Я говорю, может быть, в этой книге верите? Так теперь, что я вам скажу сначала? Если вы спросили, не в обиду. Вы мужчина. Это одно. Я увидел, что это мужчина. Мужчина бритый. Бриться он не должен. Не должен. А почему? Потому что это власть и красота от Бога. Если человек так, то он перед женщинами склоняется. Без бороды. Это две мамы в доме. Подкаблучники бывают. Этого не надо делать. Мужчина – это господин. А жена – за ним. Математически. Мужчина – отзвязь цифра одна, две или три. Женщина – говорит, нуль. Если она станет сзади, а три таланта – будет тридцать. Если впереди станет – ну, сцены в тридесятых. Круто. Меня зовут Алышанов Исмаил Шафарагулы. Родился в Азербайджанской ССР. Город Джерри-Лабад. 91-го года рождения. А где это? Какое государство? Ну, это не государство, это республика. Азербайджан. Азербайджан. Это государство. Мы там ночевали в миссионерской поездке в доме Мулы. У нас хорошее отношение очень с мусульманами. Потом ходили, я молился в мечети. И потом пошли мы в православный храм. У нас очень хорошее отношение. Их-то мы записали все. В интернете стоит беседа в доме Мулы. А вы, кстати, ничего не записываете? Там блог не ведете? Ну, вот когда вы с людьми общаетесь? Мы все записываем. Абсолютно все. Что у нас есть? Наш YouTube называется у меня канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. 17 тысяч. 17 тысяч роликов. Я вот хотел кое-что вас попросить. Меня, пожалуйста, в интернет не показывать. Я просто не хочу туда попадать. Но представьте, что уже прямая передача идет, уже показывают. Так, вы не как все. Я скажу, здесь 50% голые, процента 85% мусульмане. И при том маленькие дети мусульманские матерятся. Я говорю, у вас сахалов уважают. Я говорю, узнают взрослые, они тебе язык-то отрежут. Я их напугал маленько. Ну да, правильно делайте. Как говорил мне один и тот же человек. Чтобы люди не грешили, пугайте. Я говорю всегда сразу. Когда говорят, а мы мусульмане, я им атак показываю. А ну-ка, считай. А он не может. На 150 человек один только прочитал. Я говорю, вы такие же, как православные. Мы стоим в церковно-славянский язык, как столбы, не понимаем. Но у нас половина по-русски. У меня брат священник. Подождите, пожалуйста, можно вам вопрос задать? Да, пожалуйста. И вот у меня реально, я об этом думал. Вот первый человек – Адам. Адам с Евой. Да, с Евой. Вот мне интересно, когда они попали на Землю, на каком языке они разговаривали? Я вам скажу. Я отвечу на этот вопрос. Я проповедник, 57 лет. Так что вы вопросы можете сейчас задавать сколько вам угодно. Попутно скажу. Если зайдете на наш сайт, я там отвечаю студентам на 4124 вопроса. И все записаны. Так вот. У нас есть Святая Библия. А на каком же языке было первое? На Земле 2896 наций на речи. Сегодня намного больше уже найдено. Ну, там такие экзотические, там сотни людей. И вот сохранились те названия. А вот слово «Эдем», «Адам», «Ева» – это перевод, все идет с еврейского. Мы знаем, что Авраама Бог избрал из 2896 наций одного. Я попутно говорю. Я вот когда выступаю перед людьми, проповедь говорю на площади, там где… Ну, везде проповедуют. У меня 5 институтов, 13 школ, отделы милиции, воинские части. Я задаю каждому вопрос. Каждому. Вы в Бога верите? А если не верите, почему? И что ждет там верующего-неверующего? То есть простые такие вопросы. И обращает Господь людей. За Слово Божие, я еще издал архипелаг ГУЛАГ, насчитал. Меня посадили. Я в 87-м году только освободился. И поэтому люди, которые слышат Слово Божие, они меняют жизнь. Преступник. У меня следователь обратился. Следователь. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Сегодня, говорят, не сотня, а может, тысячи людей пришли через Слово Божие. Перестали делать, что делали. Вернулись к нормальной жизни. Так вот, я говорю, вы хотите быть благословенными? Ну, да. А что такое благословение? Это у тебя все нормально. Благословение – это и здоровье, по большому счету. Это жена, слушай, дети. Так вот, два благословения спереди и сзади, а между ними все остальные. Первое, самое главное. Бог избирает Авраама и говорит, проклинающий тебя проклят будет, благословляющий будет благословлен. Вот сегодня говорят, евреи все захватили, я не спорю, но бороться надо. Это надо. А как? Оружие какое? Любовь. Любовь. И поэтому, что бы ни было, никогда не поноси еврея. Это первое. Тебе все равно кто? Ну, поноси, они все равно захватили, все, печать, все в их руках. Второе, я сейчас закончу. Сейчас второе, подождите. Книга пророка Малахи говорит так. Проклятием вы прокляты, весь народ. Вы обкрадываете Бога. Чем мы обкрадываем тебя, спрашивают люди. Господь говорит, десяти наиприношения. Ты заработал девяносто, Бог говорит, я приложил десятку. Почему ты не отдал в церковь? А между ними, чти отца и мать, благословен будешь. Ну, и все остальное. Два главных столба. Не трожь еврейский народ и плати десятину. У мусульман это закат. Вы знаете, там 20-е все. Так что, у меня одна книга, у меня 38 томов вышла. Одна посвящена Корану. Полностью. Каждая книга 752 страницы. Я разбираю суры, аяты в сравнении с Библией все. Могу сказать, сколько букв. Вот я спрошу даже имама. Я был у них там. Я говорю, что просчитать? По одному часу в день считать? Сколько требуется просчитать Библию? Не знаю. Я говорю, 89 часов 59 минут. Я и насчитывал на пленку. А сколько Коран? Он в 5,61 раза меньше Библии. А Новый Завет сколько? Ну, 20... Так, 38, 24. Почти что 24 часа. А Коран сколько просчитать? 22,5 часа. 22 часа. И вы не можете просчитать. Боже или так по жизни. Вы можете задать. Да не, нету. Да как нету? Есть они. Только вы не можете их... Как у вас дела, например? Да наши дела, если я верую в Бога, мы встаем рано, помолились, сегодня в храм готовимся, воскресение Христово. Какие дела у верующего-то? У нас ни один не заброшенный. Вот узнаете... А зачем вы тут сидите? А за тем, что это место садом, разврат. И мы принесли Слово Божие, сказать людям, что ждет их за это. Черни умирающие, огонь не угасающие. Написано, верующие в Сына Божия, Христа Иисуса, имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Это грешники в ад пойдут. Вот женщины должны всегда быть в платке. Девочки, если вы зайдете на наши ресурсы, вы увидите, как у нас одеты. Меня звать Игнатий Лапкин, город Барнаул. Запомните, Игнатий Лапкин. Вы по скайпу можете меня найти. Вы запишите. Не запомните. Не запомните. Потому что женщина очень легкомысленная. Игнатий Лапкин. И если зайдете на наш канал, он называется «Во свете Библии». «Во свете». Это огромный канал. Рам нам ему в интернете нет. 17 тысяч только наших роликов. Да. Мы строим православную деревню. У нас нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Тогда разговариваем с человеком. Вам было бы это очень интересно. У нас разводов нету. Ни одного. Это мы не знаем. Почему? Венчается в церкви. Перед знакомством. Как и все в платочках. Почему? Женщина, если молится без платка, она постыжает голову. А ты можешь сейчас сидеть, смотреть и, Господи, помоги мне разобраться. Что он тут говорит? Это уже молитва. Вот так. Вот если вы зарядите в скайпе, Игнатий Лапкин. В скайпе. И выйдите на меня. Я вам скину все наши ресурсы. У нас большой сайт, мейл, ру, фейсбук, твиттер. Это везде есть. Огромные, огромные материалы. А что там за мужчина стоит? Мужчина, считаю, что он готовит обед на завтрак. На сегодня, на завтрак. Мы идем в храм. У нас сейчас, сейчас я скажу, 5 часов 56 минут. А мы всегда встаем в 4.40. Помолиться, почитать Слово Божие до работы. А спать ложитесь когда? Ну, а ложиться кто как может. Кто как, когда. Вот я встаю, как правильно. Как правило, это в первом часу ночи. Огромный у нас материал. Много отзывов. И надо ответить людям. Иногда бывает еще до 4.40. Такая бывает час-полтора, и опять приляжешь. Мы работаем здесь. Не просто пришли, а работаем. Сколько людей, которые отсюда вышли. Я вот спрошу, кто изобрел эту ща-турлетку? Вот. Вы не интересуетесь. А я скажу вам. Мальчишка, ему говорят, 17 или 15 лет. Такое. Андрей Терновский. Он говорит, я учусь на дедбойке. Экзамены не сдать. Я стал думать, что бы сделать. И он сделал вот такую вот кашу, что все блудники собрались в одно место. Тут 50% мужиков голые валяются, никому не нужные. Процентов 85% мусульмане. А я им говорю. А вы-то зачем здесь? Ой, мы верим не по Библии. Я говорю, может, эту книгу признаете? Ой, да, наша книга. Я говорю, прочитай. Вот там Коран, а тут Баран. Ты ничего прочитать не можешь. У тебя дома, я говорю, 4 жены? За каждую колым платить надо. А тут 44 голые и бесплатные. И вы пашите на русских кобылах. Жеребцы южные. Хохочут, лежат. Вы посмотрите на наших ресурсах. Как одеваются. Как с детьми занятия идут. Как мы работаем. Вам будет очень интересно. Игнатий Лапкин. В скайп только зайдите. Или во свете... Хорошо, а мы запомним. Так. Мусульманин, да ты тоже человек. Поэтому умирать будешь. Только не ругаться. Чтобы не одного слова плохого. Мы пришли сюда со словом Божьим. Георгиевич Козлов. А вы откуда получается? Я сейчас вам отвечу. И перед смертью он записал два ролика в щадрулетки. Я посмотрел. Ой-ой-ой. Содом и Гаморра. Я тогда попросил. Господь, дай мне талант Сергея. И находился полтора месяца. А потом четыре месяца я как в командировке был. Мы деревню строим православную. Я уехал. Сейчас вернулся. Ну, считай, уже почти три месяца я нахожусь в рулетке. Тысячи людей видели. Мы находимся в городе Барнаул. Алтайский край. Меня зовут Игнатий Тихонович Лапкин. Мне восемьдесят первый год. Если есть у вас духовные вопросы, мы можем побеседовать о жизни, о вечности. Нет у меня духовных вопросов. Если вы зарядите в Скайпе, Игнатий Лапкин, в Скайпе, вы меня найдете. Я скину вам наши ресурсы. Огромные ресурсы. Вот у нас в Ютубе канал, во свете Библии называется. Там 17 тысяч наших роликов. Скиньте ссылочку на Ютуб. Вы найдете? Да. Во свете Библии называется. Игнатий Лапкин. Вот это четыре слова запомните. А там, если зарядить через Google сайт, то на сайт придете. Там 38 моих томов книг. Вы видите, как мы библиотеки мира их дарили. Проехали всю Европу. Из Барнаула до Владивостока. Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Турция. Хорошо. Я только в другое время посмотрю. Хорошо. Сегодня воскресенье. Мы в храм идем. С Богом.